Приветствую вас на канале Готовим Дома! С вами я, Оксана Пашко, и сегодня мы будем готовить морковный пирог. Безумно нежный, сочный, вкусный. Морковь в этом пироге совсем не чувствуется. Рецепт простой и доступный, и получается всегда. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. А для пирога нам понадобится 175 грамм сахара, 3 яйца среднего размера, 175 грамм муки, 1 апельсин, апельсин можно заменить лимоном, 100 грамм изюма, изюм нужно обязательно помыть, 2 морковки среднего размера, в итоге у нас должно получиться 140 грамм тертой моркови, 1 столовая ложка корицы, пол столовой ложки мускатного ореха, 1 столовая ложка без горки соды, за соду можете не переживать, ее в пироге не будет чувствоваться, и подсолнечного масла 150 грамм. Для начала с апельсина нужно снять цедру. Для этого мы натираем на мелкой терке оранжевую часть кожуры апельсина. Морковь натираем тоже на мелкой терке. Берем большую миску, в которой будем замешивать тесто. Разбиваем в нее яйца. Сверху высыпаем сахар. И все взбиваем миксером около минуты. Во взбитую смесь добавляем подсолнечное масло и опять немного взбиваем. Сюда же высыпаем цедру апельсина. И потертую морковь. Немного взбиваем. В смесь добавляем помытый изюм и опять немного взбиваем. Жидкую часть отставляем в сторону. Берем еще одну сухую миску и высыпаем в нее муку. Молотую корицу с мускатным орехом и соду. Все хорошо перемешиваем ложкой. В жидкую часть добавляем сухую смесь в два подхода. После каждого хорошо взбиваем миксером. Берем форму, в которой будем выпекать пирог и немного смазываем ее подсолнечным маслом. Выливаем тесто в подготовленную форму и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут. Пирог уже испекся и остыл. Достаем его из формы и перекладываем на тарелку. Сверху пирог притрушиваем сахарной пудрой для красоты. Сейчас разрежем пирог и посмотрим, какой он внутри. Вот посмотрите, какой пирог получился в разрезе. Морковный пирог получился очень нежным, тающим во рту и очень-очень вкусным. Обязательно его приготовьте для себя, для своих любимых и близких. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорой встречи в новых видео.